Продолжение следует... Сегодня на уроке вы узнаете об условиях горения вещества и продуктах реакции горения. Горение – это первая химическая реакция, с которой познакомился человек. Огонь. Можно ли представить наше существование без огня? Он вошел в нашу жизнь, стал неотделим от нее. Без огня человек не сварит ни пищу, ни сталь. Огонь станет символом нашим другом и союзником, символом славных дел, добрых свершений, памятью о минувшем. А раз в четыре года происходит событие, которое сопровождается переносом живого огня. В знак уважения к основателям Олимпиад огонь доставляют из Греции. По традиции, один из выдающихся спортсменов доставляет этот факел на главную арену Олимпиад. Пламя, огонь – как одно из проявлений реакции горения. Имеет и свое монументальное отражение. Яркий пример – мемориал славы. Горение – это химическая реакция, при которой происходит окисление веществ с выделением теплоты и света. А реакции взаимодействия веществ с кислородом называются окислением, а их продукты – оксидами. Реакции взаимодействия веществ с кислородом называются окислением, а их продукты – оксидами. Простое вещество плюс кислород – получается оксид. Если вещества медленно реагируют с кислородом, то теплота выделяется постепенно. Такой процесс называется медленным окислением. Например, гниение навоза, листьев, прогоркание масла, окисление металлов, дыхание аэробных существ. То есть дышащий кислородом сопровождается выделением теплоты, образованием углекислого газа и воды. Гниение листьев – это какое явление? Конечно, это химическое явление. Как можно прекратить горение? Прекратить доступ воздуха к горящему телу, понизить температуру. Водой можно погостить древесину, уголь. Она охлаждает горящие вещества и преграждает доступ воздуха. Какие вещества нельзя гасить водой? Чем гасят такие вещества? Водой нельзя гасить вещества, которые легче воды. Это нефть, бензин, керосин. Их гасят песком или углекислым газом из огнетушителя. Топливо – это вещества, при горении которых выделяется большое количество теплоты. Топливо бывает твердое, жидкое, газообразное. Твердое топливо – торф, каменный уголь. Жидкое – бензин, керосин, мазут. Газообразное – природные горючие газы. В зависимости от количества воздуха, участвующего в процессе горения, происходит полное и неполное сгорание. При недостаточном поступлении воздуха, а значит кислорода, происходит неполное сгорание газов. В продуктах сгорания появляются горючие газы. Угарный газ, метан и водород. Сразу два оксида образуются при горении таких видов топлива, как бензин или пропан, так как они содержат в составе атомы водорода и углерода. Это словесное уравнение реакции горения пропана. Пропан плюс кислород – получается оксид водорода плюс оксид углерода четырехвалентный. Реакции горения – это реакции, которые протекают с выделением теплоты и света. Условия, которые должны соблюдаться для протекания реакции горения – это доступ кислорода и достижение температуры воспламенения вещества. Если горение происходит в ограниченном количестве кислорода, то в основном продуктом является сажа. Сажа – это элементарный углерод, который не прореагировал при окислении углеводорода. Практическая работа номер два. Сравнение реакции горения серы, фосфора, железа в воздухе и в кислороде. Цель – провести реакцию получения кислорода, Затем сравнить реакции горения серы, фосфора, железа в воздухе и в кислороде. Оборудование реактивы. Кристаллическая сера, красный фосфор, железная проволока, оксид марганца четырехвалентный, раствор пероксида водорода и лучина. При выполнении практической работы мы должны соблюдать правила по технике безопасности. Оход о работы. Нальем две пробирки раствора пероксида водорода. Во вторую пробирку добавим немного порошка оксида марганца четырехвалентного. Для проверки наличия кислорода поднесем тлеющую лучину. В две пробирки уже налили раствор перекиси водорода. В одну из них, во вторую пробирку, мы добавим оксид марганца четырехвалентный. Посмотрите, как загорается лучина. Потому что выделяется кислород. Проверим, будет ли выделяться кислород в пробирке номер один. Мы видим, во второй пробирке выделения кислорода нет. Мы видим, в первой пробирке видимых изменений нет. Во второй пробирке наблюдается бурное выделение газа. Тлеющая лучина загорается. Записывайте словесное уравнение реакции. При разложении пероксида водорода в присутствии катализатора выделяется вода и кислород. Вывод. Получили кислород разложением пероксида водорода в присутствии катализатора оксида марганца четырехвалентного. А наличие кислорода доказали возгоранием тлеющей лучины. Опыт номер два. В ложечку для сжигания поместим небольшое количество серы. Понаблюдаем за цветом горения серы в воздухе. Пока сера горит, нужно внести ее в колбу с кислородом и сравнить цвет горения. На воздухе горение почти незаметно, а в колбе с кислородом окисление серы становится интенсивным. Сера горит ярко-синим пламенем, при горении образуется сернистый газ. В словесное уравнение реакции сера плюс кислород получается оксид серы четырехвалентный. Вывод. Сера на воздухе горит почти незаметно, в кислороде горит ярко-синим пламенем, при горении образуется сернистый газ. Этот опыт следует проводить под тягой. Следует соблюдать правила техники безопасности с нагревательными приборами. Не допускать попадания горящей серы на рабочую поверхность стола. Не вдыхать выделяющийся сернистый газ. Опыт номер два. Положить в лабораторную ложечку небольшое количество красного фосфора. Подержать в пламени спиртовки до его возгорания. Понаблюдаем горение фосфора в воздухе. Горящий фосфор внесем в колбу с кислородом и сравним цвет горения фосфора. На воздухе фосфор горит энергично, а в кислороде горит ослепительно белым пламенем. Словесное уравнение реакции. Фосфор плюс кислород. Получается оксид фосфора пятивалентный. Вывод. Красный фосфор энергично сгорает в кислороде. В кислороде фосфор горит ослепительно белым пламенем. Выделяется белый дым. Это оксид фосфора пятивалентный. Фосфорный ангидрид. Этот опыт тоже нужно проводить под тягой. Следует соблюдать правила обращения с нагревательными приборами. Опыт номер три. В кислороде могут гореть даже те вещества, которые не горят на воздухе. Раскалить железную проволоку поможет кусочек угля. Сначала разогреем уголь на спиртовке, а потом опустим железную проволоку в колбу с кислородом. Для того, чтобы колба не треснула, нужно насыпать на дно речной песок. В атмосфере кислорода уголь раскаляется и нагревает проволоку. Железо загорается, разбрасывая яркие искры окалины. Кислород ускоряет процесс горения. Наблюдение. Железо горит в кислороде ярко. Словесное уравнение. Железо плюс кислород. Получается железная окалина. Смесь оксидов железа. Выводы. Железо загорается, разбрасывая яркие искры окалины. А кислород ускоряет процесс горения. Когда люди только научились добывать железо и обрабатывать его, оно стоило дороже золота. Капли железной окалины приведены на экране. Горение происходит с треском и разбрасыванием ярких раскаленных искр. При проведении этого опыта нужно соблюдать правила техники безопасности. Продолжение следует... Перейдем к практической части. Одинаково ли горят вещества в воздухе и в кислороде? В кислороде вещества горят ярче. Из каких атомов состоят продукты горения? Серы, фосфора и железо. Продукты горения, кроме атомов серы, фосфора и железа, содержат атомы кислорода. Задание номер два. Какое словесное уравнение отображает процесс горения? Процесс горения отображает это уравнение. Метан плюс кислород, получается углекислый газ, плюс вода. Мы с вами записываем словесные уравнения реакции. Задание номер три. Выберите утверждение, характеризующее процесс горения. Верных ответов три. Правильный ответ. В процессе горения образуются новые вещества – оксиды. Признаком реакции горения является выделение тепла и света. Масса продукта горения магния больше массы магния до реакции. Задание номер четыре. Влажное зерно нельзя хранить в больших кучах, поскольку может произойти обугливание и даже самовозгорание. Объясните, почему это происходит. Правильный ответ. Процесс медленного окисления. Зерно медленно реагирует с кислородом и теплота выделяется постепенно. Когда зерно лежит в больших кучах, то теплота выделяется в количестве, достаточном для обугливания или даже самовозгорания. Чтобы это не происходило, зерно перелопачивает, то есть перебрасывает с места на место. Задание номер пять. Почему перед уходом со стоянки туристы засыпают землей угли костра? Правильный ответ. Так перекрывают доступ кислорода к углям, чтобы костер не смог снова разгореться и не возник пожар. Подведем итог урока. Горение – это химическая реакция, при которой происходит окисление веществ с выделением теплоты и света. Горение веществ в воздухе происходит медленнее, чем в кислороде. При горении простых и сложных веществ образуются оксиды. Оксиды – это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых – кислород. На этом урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова